Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Одинство, поделенность, новое одинство. И оно вот в этой... То, что мы целый год, про что мы говорим, это действие такая короткая формулёвка того, как я все против. Мы сейчас говорим про целостную структуру внутренно-генарно-поделабельную, но это то, что есть свет, а то, как свет працует, это как раз в этой рычастке. Они частей за всём, легче за всём стремаются, как створение и разборение новой створения. В этой рычастке. Мы бачим постоянно, мы сегодня будем говорить про иномайдис, что такое идеальное облик, это процесс светофункционирования. А и вот растворение, разборение новой створения на иншем уровне. То есть, что в иномайдисумерское традиционно для них самая важная, может, самая особенность, это в иномайдис это стал явностей, стал поделенностей, стал новой явностей, усвядомленной явностей. И так, по сути, функционирует эта целостно-генарная Святая Духа. И далее мы можем это раскладать, и брать параллели у самых-самых розных, уже тёмных, друзьям, в которых это может быть распространено. То есть, любую глобальную музею, вы не берите, она всё равно будет процессово поделяться на одинство поделение, одинство и створение, разборение, новое створение. И структурно всё равно всё будет целостно, стационарно целостное. То есть, это всё равно, любую абсолютно диалогу возьмите, это всё равно будет ходить на то и самое. Вот это не больше о другом, о сумерских традициях. Тут, в этом смысле, можно просто подглядеть на некоторые тексты, а то и говорить про створение себя. Это сумерский вариант створения себя, в том, где выручили, с энергией персонажей, с этими персонажами, во створение отбывается, а ты, карли, что стицельное подделяется, в любом Todas. То есть, это будет, если это будет соправдак, в этот подел одной клетки на два, и каждый из половых ещё на два, и каждый из четыреха, чверток ещё на два, там будет просто момент отсоудования, которые перестают целостность терпеть самым здоровым элементом. Похож на выкладку, где набита поделение и дифференциация, что есть у нас на процессе строения. И этот процесс по великим ракомбурм не сплиняется. Когда мы с вами говорим про космологические тексты, мы случайно фиксуем нашу лапу на этот момент киршесного створения света перед тем, как что-нибудь меньше начинают заглянуть. Когда мы говорим, что ничего не было, а только что с тем, то, что только что все это по-русному, мы с вами бачили это и скинули. Альбом «Намму» про яку мы сказали не первый раз. В память этих мы сказали, что «Намму» альбасу и феомат, яке яснуюсь до того я возникаю. Цигата будзе саправдил вот гэте анкид, яке яснуюсь до того, яке выделяется, он бывает возникает. И в любом упадке, в любом упадке, яке бы это ни было приятно, как бы это ни была традиция близкоусходняя, все равно это будет выходит на ту самую з'яву, потому что до того, как что-то было, до того, как что-то у них, оно все равно что-то уже есть. То, что есть, оно просто оно вечное, оно вечное настолько, что оно паза категория не часу, оно просто, это стан небыця, он все равно есть стан. Так вот, я бы про это не кажусь, но все равно есть. И все равно это стан небыця может возникнуть. И вот это то, что, как бы, наиперше есть у ты, что есть до того, как все есть, и оно описывается обоих кадрах, и очень длинные, а что это как целостная к нам, а льгоя конки. Целостная. То есть у ты, в меньшей папке, это что с темной, то это одно, это начинает разделяться и дефинансоваться. И вот мы завсёды фиксуемся на этом, чтобы вот самая-самая ты першему мы оставили. А правда о том, что этот процесс в текстах, И он не первориемный процесс разделения на фигурациации. И он протягивается столько, сколько может человеческая съедобность к этому ходить. То есть он не болит, бог или нет. Это нема такого, что творение отбылось, и мы теперь чекаем, когда оно разбурится, и оно решится створиться. Такого нема. Похожесть творения неразбурана, и оно протягивает в изоляции и дезинфицироваться, что значит, творение отбывается весь час. И вот он, и там, нам это будет надзвыше важно, разумеется. Он вот и будет говорить в Европейскую Библию, и будем так само это почитать там, или нам уже это требует видеть. Створение – это не идея, не акт, не омут, участие в просторе. Створение – это процесс. Завсёдый. Створение может иметь свой початок, али створение не баяться. Створение починается в неких половинок, как галетку, альбуз летага одного, альбуз летага одного апарного, альбуз того, якобы мы картинку не имеем перед вашим, что степочинает выходить, али то, что выходить, оно не заканчивается. Мы это, наверное, за вами бачили, там написаны и не искренне наде, якая не быта один и кистаусу трима. Кершное мы створение – это самостворенный творец. Самостворенный творец, самостворенный творец. Далее створение двух, и на один и кистаусу трима, три створаются с че двух, три и я с че четырех. Девятка завершенная, а эта девятка перетворается в одиннадцатку, в сорок двушку и нет за угодно, потому что этот процесс все равно протягивается. И он николе не формулюется вот так, как мы это формулируем, потому что мы как раз пробуем сформуливать в таких, о наших концептуальных категориях, то, что мы можем прочитать в хороших текстах. И нам важно, наверное, разумеет, что это виновитый процесс. И вот этот процесс створения дифференциаций, разделения дифференциаций, ее написывается не на разуму сумерских текстов. Акадские тексты тут меньше, когда это наш манглагородит, хотя так самое, и акадские – это, скажем, самый ведомый текст, это двадцатая частка Гильгамеша, это просто проклад сумерской поэмы про Гильгамеша и Патемь. У вас на акадский текст, такие яркие, колоритные простворения, это только и немае лишь, а сумерские тексты по всему. И вот и тому, скажем, творы во все-весопотамских традиции, что потом передается в библейскую традицию. Вот так, как это створение отбывается весь час, и, в основном, все, что отбывается в этою створение, и только тогда, когда вы усвядомите космогоничный могут того, что отбывается, вы заразумеете сенс того, что отбывается. Про что бы вы ни говорили? Вы заразумели эту баню, складанную фразу? Ну, все, нет, правда. Еще раз, да? Паспробую, попробую, попробую переформулировать. С конца починя. Когда вы хотите разумеет сенс любой заявки, политичный, историчный, социальный, природный, психологичный, вашей приватной, ци анносенной любой заявок, вы эту заявку пробуете намаганье, как вы тут побачите космогоничный сенс этой заявки, где у этой бесконцем процессе створения света отбывается эта заявка. Яким джином яна трансформуя и снуючий свет, а значит, створая новый свет. Это заразумеет? Значит, кожное, все, что отбывается, есть в рецепт створения, есть в творче мактуме. Яну, потом уже у философских, набрацованных позднейших часов, но и дедалей, и в оборот, я думаю, что это не только кожная идея, и кожное слово, и кожная думка человека, трансформуясь в этот, поведа створая новость. А у старожинно близкосудних текстов, в месопатамских текстах мы этого не бачим, але идея все равно тая самая. Все, что отбывается, все пэвным чином у кисанае у вот гэты неспылный процесс створения света. И причем это не бессистемный процесс, но вот коли вы что-то вот у вас на там, в одиночку, те у двух, те громадою, что-то робите, это не значит, что вы это вот вызробили, и свет не каким-то нам поменялся, а это значит, что вы не могли бы этого не зробить, потому что есть некая своя логика разведца света, есть своя логика створения, и кожный новостворенный элемент, отповедный кожному человеку, отповедный кожный город, отповедна кожная держава, отповедна кожное громадство, альбо кожная судьбойность, становятся новыми элементами этого света. И так как это новый элемент света, я надеянное, что я не могу сформить, это протягивное створение, протягивное створение. Таким челом, когда вы спрагуете осенсывать любую зьяву, вы ставите ее в этот космогоничный процесс. Вы спрагуете, побачите, в этой зьяве находится вот в этой суцельной тканце, в этой ця, якая неспынно меняется, неспынно трансформуется. Вот я в этой речи трансформовала свет. Что привело, какие створальные процессы привели до этого момента, до этой зьявы, до этой зьявы, и какие трансформовальные процессы меняются и идуть на но, пасля того, как это изъявы, в этой зьяве, в этой процессе отбылится. Значит, все абсолютно сказано между собой, и все говорится про то, что вот есть, в этой неудет, асуцельная логика створения света, аж но поколь, она не приводит до пиковости створения, когда створение приходит до своего максимума, и ничего, он не заставит царапеть, как разбудится. И вызвали, простой для нового створения, разбудение, это материал, и энергию, и пульс для нового створения. И тому вот, это цикль, целостная, подземная, целостная, пусть створение, разбудение, новое створение, но повторяется до конца, и паза гэта цикля, паза на сценичога не ма, то есть все, что есть, все есть, вот минавито гэта. И к тому минавито, месопотамская традиция, яб неякая иншая, заклопоченная разумением перша створения, вот того моменту, того, тени моменту, те, потому что, это, это того панат моменту, того некого, это, прото моменту, кали все, этот механизм закрутился, кали все пришло добыться, и кали узникли структуры, и структуры оживились, и со структурой пачали узникать, вот эти системы и процессы. Кали вот эта вот, вот эта вот, в этой вот, в этой вот эта четерка, где кое все, ка и есть материалы, где всего створения возникало, и кали вот эта, энергия, в это все приводит в течение. И в месопотамских текстах, мы маем верно, 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 о колькность вот этой космологичной истории. Так много космологичной истории, мы не маем эти, И вот, друзья, здесь, где-то, где-то мы с вами летели пять основных традиций. У каждого из этих традиций мы ведаем принцип, по каким это створение отмывается. Али это параллельная традиция, она отмывается в недрах этого принципа. Вот это принцип, который мы ведаем, как светлооткованный. Здесь, как будто бы мы разумеем, как светлооткованный. Из апатамских текстов створение может рассказываться в самом любом контексте, в самом-самом незвычайном некем контексте, в творчестве практически на любую тему. На початку творчества на любую тему в идеале будет стоять космония. У идеале того, что, вот таки, каб зразуметь той, продмет того, про что у нас на идее «Горка», ам требеб зразуметь мест цвн этого продмета у Су-свете. Считать, видите, какое-то глобальное космогоничное мысльнение. Мы имеем космогоничные прологии до самых разных текстов, до математических трактатов, до каких-нибудь балладов про героев, до исторических текстов и до самых разных литературных текстов, до самых разных диспутов. Мы все равно видим космогоничные прологии. И вот эту традеджу перебираем, перебираем, играть на Библии. Когда она компонуется у часа Бабилонского баллона, она действительно не только першим прочим свету, а и прожектор, у которого можно заразуметь все, что происходит в свете, набывая максимальное значение, и в играйской Библии начинается с двух историй в распорядке света. Одна история заедет раз в другую историю. Я говорю, первая история, самая молодая, доставленная поздней, с цель, как дать космогоничное светление, надо космогоничные истории, с которой начинается все. То есть космогония, начинание космогонии. Космогония, то, значит, наступна космогония. Но это уже история хитарской Библии. А у Месопатамской традиции мы видим просто космогонии, которые в самых разных текстах, в самых разных ситуациях, могут рассказывать в одной из старой всей серии. Просто литерально мы будем пару малых прикладов возьмем. «Про небо и землю» мы с вами сказали. Это то, что мы читаем с вами «Про небо и землю». Это так само все было. Мы те строк текстов в прошлый раз читали. Это все было строк абсолютно разных текстов. И какие они были присвячены створению света. Какие были присвячены чему стейшему. Возле этой про Гильгамеша и подземния с дванадцатой, с дванадцатой частки Гильгамеша. Ну, там вот раз вот. И тут вот еще этот текст добрый, что вы отчуете сам в этой месопатамской стыне. Проковитные дни. Удалекие проковитные дни. Проковитные ночи. Удаленные проковитные ночи. Проковитные годы. Удалекие проковитные годы. Устарожитные дни. Коли все истотное было створно. Устарожитные дни. Коли все истотное было взготованное. Коли хлеб было каштовано в земных статынях. Коли хлеб было выпечено в земных печках. Коли небо было отсутное от земли. Коли земля была отделенная от неба. Коли человечие леса были вызначены. Коли Ан забрал себе небо. Коли Инли забрал себе землю. «Коли подземье было остатен на эрышке галле ягдар, коли ем настаив ветрось, коли ем настаив ветрось, коли батька настаив ветрось на подземье, коли венки настаив ветрось на подземье». Тады что с тем остать не будет, да? Вот так вот, это вот такие вот виризарные пролог, да, целиком некоинши истории. Вот, инши, с инши отец, вот так. Утые дни, коли небо и земля были разделенные, утые ночи, коли небо и земля были разъявнанные, утые годы, угады пасля того, як плесы были вызначенные, коли боги Амуна были наруженные, коли богини были злученные шлюбом, коли богини отрымали свою долю из земли, пасля того, як богини затяжарили и народили. То есть это все будет... И мы бачим, что в этот момент разделения и поделение сферы, вот он завсюду так само присутный. Вот верно-тикавый текст про Энли, про Энли, я касаюсь, что Энли нашла филуруя, як бог-творца, и до ее бог рабовник, и он означали в Суверской Путон, и они часто, не в общем, о таких текстах. Нам отклимали цену базу, что Ант все равно там здесь делал нише. Вот это то, приюзвели текст, где Энли, про неколький есть текст про Энли, а вот это вот так само разделение. Уладав, завесбежий добрый лад, уладав, чая решение неизменяльное, Энли порубился отсунуть с неба от земли, как бы населенное народе могло взрасти из земли, порубился достать землю с под неба, как земля могла прорастить человека. Вот я, наверное, же, Энли так само рухается. Вот тут вот я, в этом тексте не видать, у инших текстах видать, что Энли, коли створа и свет, либо он все трогательное, если есть параллельное, он так само рухается людьми. Вот один из вермитиковый текст, где Энли, в особенности, створае уже поры годы, то есть створае не так простору, как час, как зявлюминий. Это как раз текст, який заветится в дыскоте между летом и землей. Вот в этом дыскоте Энли, який там, ну, нам миром заветится, и он створае в этой сезонной поры годы. Али вот это так само, помимо цикаго текст. Ну, нам мир узнял голову, задумавши добрый день, сплодовал всю свет, раскинувшися дункою по широкой земле, Энлиль поставил ногу на землю, як великий бык. Пачат, пачите, який, что он у нас идёт продумка, идёт пламуя всё, что мы не запечатали, а даёт, и что он хочет, как добрые дни были у достаточи, как народилися добрые ночи у роскоши, как росли шматлики рослины, широко раскиталась озерня, как заполнить наполненность каналу, как сумер утримливал небесный дождь, как заполнить сполноводзе каналу, Энлиль, король у всех земля, всё продумал, и он увёл своё селье в великие горы. У створения прознароджения, как мы сказали, это абсолютно базовая модель створения. У дательного падка, вот партнерка и Энлиля, были великие горы, и причём, что яны, в нужном лигу. Это всё, это всё, это некие великие горы. И он оплоднил их на его луньи летом и зимою, надеянным богатым земли, что раз я предлил, увозив своё селье, был великий рогат, каля горау, и он тешился в день и радовался в ночи. И он вытескнул зих лета и зиму, как добрые вершки. Тут вот эта потеха, радость, это некая становучая эмоция, которую мы видели в прошлый раз, которая на ногах текстов. Она так само это сопроводжает. Видимо, сопроводжает самые разные тексты, про небо и землю, это подрыхтовка, одно до одного до этого шлюбного союза. Тут Энли сам, ему не требуется шлюбный союз, только шлюбный союз отбивается там, где он захочет, и с кем он захочет, но это снова таки, вот эта эмоция, которая его надеет, это пацеха и радость, и задаванение, и рогат и рогат. Есть еще вот про это крышечку, то, что я сказала, про створение, которое начинает самую-самую разную изъяву, самую-разную падению. Вот есть вот в эссенции, мне в небе подобается, это замова подзубного боли, это уже тут космос вставляется, а коли, ну таки, коли вы хочете заразуметь сутки, вам треба заразуметь эту святую величину, ловальну сутки. И вот этот доверий приможен текст, потому что мы говорим про поступальное створение, про столь, что створение, которое притягивается, притягивается, притягивается. Пасле того, як Ам створил небо, небо створило землю, земля створила реки, реки створили каналы, каналы створили болота, болота створило червяка, но уже червяк, это уже причина самого зубного боли. И вот, когда вы ведаете все причины, вы все ровно бачите, это в контексте самого первого творения неба. Таким образом, вы можете что-то давать ради. Особенно то, что вы делаете, то, что делает человек, он вписывает свое деяние в этот существенный процесс творения. И тогда человек, как творца, устает во всю эмоцию, во всю его весь рост, и он разумеет себе, как творца, и того, кто вписаный в бесконце акт творения, и того, кто трансформует свет, в того, кто первоустворает свет на ноги сейчас. Протим, что это первая падения, это самый-самый-самый, это протомомент, из которого возникает все, и он завсёд рассказывается вот особенно так, рассказывается, как самостоятельно изъява. А я думаю, что все, что будет 25, все будет в этом самом протесте. И тут нам бы, вот, с этих сумерских текстов обоязкового нам треба повредить уже самый показательный текст. Я прочитаю с таким, уверен, популярным на старожидном исходе, який копиявался, читался, прочитывался просто сачалодзе, хотя тексту заходится до велика глубокой старожидности, и он рассказывает про энги, так, про бога воды, как мы память это то, что парадогмальное мужчинское створальное родство, про энги, как творцу. Это такой, отметный сумерский текст, верный сумерский. Вот вы посмотрите, вот я так сам, вот я уже сказала минуту раз, что с женками энги, партнерками энги могут быть самые разные бои. Найчастей это будет некая ипостася энги, диалог. Только что убитых, она не зовется энги. Она зовется, мы так писали, нин ту, нин ма, нин гурсак, это это как раз эфира, это эфира, это эфира, это 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 эфира, это 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 чтобы раз читать это это И только там, где инженерно-черклассно. Сам этот мид, он, может быть, если на початку пациента расставуется, был расчитан и перекладанный. И его часто называют, этот мид про вырыц, мид про делму. Потому что, падея, якая бывает, бывает, и у нас тут написано, что она еще может смотреться. Мы тут написали эту твердю Ротару, Курнугал. Это подземный, да, был? Каким он особо сделал. А позиция склонен сенсии. Оппозиция – это Делмун. А Делмун – это некое идеальное место. Мы не уявляемся, ведь, имело оно не реальное. Мы не уявляемся. И это, когда библисты шукают крыльницу историю про осад, он, который первый человек возьмет, и потом женщина изъява была вытягнутая, то, звичайно, сгадывается именно этот портатив, сгадывается Делмун, сумерское Делмун. Но вот этот сумерский мид, в певном смысле, стоит за библейской мидой. И он был достатково великий текст, он с Непур походить, он заховался, захованный далеко-далеко не целко, как срешли все наши тексты. А из-за того, что заховалось, он возникает такая достатково цикавая история с цикавым выгодом Делмун. Земля Делмун чистая, земля Делмун ясная, земля Делмун вельми светлая. Той, кто лег самодный у Делмуне, место после того, как Енки лег за свою суженку, это место чистое, вельми светлое. Той, кто лег самодный у Делмуне, место после того, как Енки лег для Нинсекилы, место в этой чистое, вельми светлое. Почтите, тут я хочу взять светлые частиня этого места, такая, абсолютно идеальная. Идеальная. Вот в другую текстах мы будем бачить, что, когда герой, вот этот текст каже, кладется со своей суженкой, свет трансформуется. Вот это вот с лицё разъединенных двух силам на ну, оно трансформуется свет радикально. Тут ситуация такая крыхуиншая, потому что тут говорят эти крыльники, чуть-чуть до того воля, как это светлое. Потому что свет чистый, вельми светлый, вельми прогожий. Но при этом, там в недраке ротков, еще на початку самого поэма, оно говорит про то, что это место, которое неведает волю старые дня смерти. Он говорит, тут у Делмуняк рукач, не кричит, птушка смерти, не обронится ни крыльку. Тут лев не шинит за войс, волк не хапает овечку, тут неведомо, как дики собака с жиркой сгоня, неведомо, как дик с жир зерня, тут нема удовы, тут голубь не роняя головки. Так, бачим, что вот это вот дава, это еще сумпа померла, так нема померлых, нема удов. Голубь не роняя головки, тут нема самого момента смерти, нема момента нападения, нема ничего, что перерывало на житё. Тут хворы наводжи не скажи, я хворы наводжи, те хворы на голову, я хворы на голову, тут старая не скажи, я старая, те старые, я старый. Не скажи, значит, чему не скажи, потому что нема старой, там нема кому сказать, я старая, нема старости. То есть у всех нема никаких предметов от разбурыния життя. Ни старости, ни хворобы, ни смерти, ни чого. И вот ее выкид в эту долну дурить, как шлюбный подарок, дурить в инцекиле на тяньку в саде. И вот, когда она начинает глядеть на долну, она бачит эту долну с усиленшими машинами. То есть бачите, вот он у нас с пункта урежения инки, он чистый светлый восстанавливается. С пункта урежения инкурсаи он не готов к дожиться, потому что у него нема воды. И вот то, что мы так само сказали в новый раз, вот как мы сказали про инки, а, да, якое означает и вадурь, и мушчинское семя. И вот тому и оно будет, эта история, когда она отбывается на двухустройках, и говорите про город, у яким нема воды, это одночасово будет про улоння, не оплодненная семья, и на отворот. То есть это завсюду будут вот такие проиграваться два узроги, такие, как вот эти космичные и социальные, так бы можно сказать. То есть только что город, это не так социальный, это так само, вот будова космоса. Будова городу на углу, будова городу, будова храму, будова хаты, это есть метафора для створения света. Уладкование палацу, уладкование хаты, уладкование города, это за все это упорядкование света, то есть назначение неких этих параметров в этом свете. И тому тут, правда, вот это отбывается на двухустройках, как бы городу, это структура света, а то, что связано с улонням, то есть связано с житем в этом свете. То есть одна речь структуры, ильшая речь в процессе життя. И тому вот это, так как бы, отбывается на двухустройках. И, правда, Нинсекила, наверное, не задоволенная тем, что Делмун не молоды, и она просит Энки что-то поменять, и Энки, кажется, выбрать ситуацию. И ее, тут, на самом-таки, недосконало так захоронено, а Энки звертается до неких инших космических сил, вот это обводнение Делмуна набывает, все правда, космический масштаб. То есть там самые разные небесные боги берут все дело в этом процессе, потому что это собраны, это будет вот сакральный момент, початку створения, то есть это даешь дышок створения. И вот эта вода працует, как суцельная метафора життседайного речего и микроемагропосписа. И вот тому город Делмун и разом с плодным улоньем Нинсекиласт сливаются в один образ. И он приносит в аду у ейны великие, вот мы не знаем, что. Дое ейному городу на пицце со своих полных водов , Yayная Гаркавая Крыница – на Самурич, стоит с салатководной Крыницей. expend dayaol Юзыранная Болей и по лентке – родитею зерне. Yayный город На Самурич, встает с с ауртом краины. Он, на самом деле, стоит за портом Краины. И вот, бачите эту шмату взрывненности, да? Вот это и символ порта, вот куда его выходит в корабли. Вот это все, это суцельный выброс города и уловни одночасово. И тут она уже называется Минду. Минду памятная, да? Владарка Шитцян, мать Шитцян. И она далее, вот эта эротичная символика, она разбортовывается далее еще жерей. Энки перед мудрю нинту, мать земли, змузив свой фалус наводнить каналы. Змузив свой фалус затопить чараты. И он гулил семя во улонне нинкурсаней. И она приняла семя во улонне, семя инки. Вот это вот ключевые слова, яке я буду споктурацца просто весь текст. И она приняла семя во улонне, семя инки. Можно перекладать в аду. Во улонне, в аду инки. То есть это будет вот, как бы, от нолького правдивый переклад будет и той, и той. И это ты нинкурсага зашала. Просте витзен, яке я гуляйте за место девяти месяцев. И она без болю, без сумы, без жалю. Народжая. Ча-ча, никуда жужжу. Значит, некая тяжелучая вострова. И она зовется нину, новая новонародженная богиня. И она одразу самостоинная. И она, первое, что она робит, она идет на раку. А рака, это, знаете, самое место инки. Вот там, я на этой солодкой жицидальной воды, пресной воды. И она идет на раку, и там, значит, вот что-то там, в своих внутренних процессах спастигая свет. А инки, безумовно, это дорожничая параце, и он плывет параце и заобожает некую незнайомую пригожонку. Что робит инки Гарри? У инки натуральная реакция. Он выходит на берег, и он бачит пригожоню, и он ее обдымает, целует, любит, кахает. И она примает его улоння семя семянки. Ну и она, таким чином, она, раз, где идет, без боли, без сумы, без жалю, народжая инкуру. Вот так, у горы, суседные, так, оно водочушку. Ну, водочушку инки. Клывет в раку, на раку бачит, прихожу, и он выходит на берег, и он ее обдымает, целует, пригортывает. И кладется с ее, и она примает его улоння семя семянки. И процесс, таким чином, повторяется. И оно, якусь, может так исти до вязконцести. То есть, у инки будзе, што раз, меть ту новую провожуню, акая будзе далей створать некие новые элементы. Оно будзе працягиваться далей, 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 далей. Вот, як с тем самым дымом, так, вот, доскананы дымом. Бо, які чистые, які светлые, але у яким нема воду, які нема некой этой идеей життёвой, нема плану, нема... плановання, структуровання, некая попереднє прадумывання взяго. В яким обаче тусіношу речу. Ну, яке вот плыле, як та арака, плыле натурально. И я носа, правда, може крутиться до вязконцести, але тут, вот, у гэты, перерывая в гэты процес, та, знов не курсака. Та, я, што и перерывала процес просто існовання доброго до луну, нигде нема ни смерти, ни старання, ни волю, і прям змусила яки зробіть його живою структурою, напомніть його водою. І нем курсага варашає... Это процес склиниться, да? Нараджається... Коли нараджається червовая богиня, яку звать луту, нем курсага починає її інструктувати. Ть, яна уже для луты має свій план. І яна їй каже, що коли їй до калінки до цього підійде зі своєю любовчим, ти не повинна так просто, значить, сходу яку зваляти, ти повинна спочатку запотребувати, як я він принес до вєру на сій ній росині. Треба ж долезть в реце, тут, ну, хоштага, про це клопоти ця не гусь урмысла. Ну, дуду добре, і проінструктували. Яна так і робець, відповідно, який плыве по реце, бачить, я пригажу в груту, і он доходець на вєру, і він доходець, вже звиклим жестом, і гнеться і обняць, а воно тут, я на гейму і сказала. Сноси не розвину, коли ласка, пронеси, а тоді вже все останнє. Інкі, ну, чтож, так так так, і він відправляється у саду. Там нам абсолютно не тлумачиться ні сад, ні садовник. Але вельмі така характерно сумерзка деталь. Садовник кидається радісно обтимати і целовати Інкі. Інкі, після того, як він його повітав до Інкової поцелонки, він пітається хтось такий, чого-то прийшов. Інкі, пітається хтось такий, чого-то прийшов. Інкі, пітається хтось такий, чого-то прийшов, що йому треба ніякі-то рослини. Садовник вельмі згадрувся, просто він дарешті дочекався, що він може щось зістравитися. І він дає йому вносіння, тавурку, винограду і яблок. Ось це ось такі перші рослини. Це рослини, які будуть грунтові, які будуть древі плодові і ягоди. Т.е. всі виріянты росли, але я пітається нуту в цих троху. Інкі звертаються на сенній віті, вручає їх вуту, вута передає їх відповідному гурсазі. І вуту уже отдається на те любожче. Інкі, він дієнкі, піративіші відтешитись вуту, він дієнні знову створає основу для нових рослих, він другий раз наполняєши водою, я він наполню вадою мурави, я він наполню вадою каналу, я він наполню вадою нелуши. Інкі задовник вельмі радується з цього, і відповідно мені вусагу може уж там щось высаживати, щось тим відз цього відбуваться. А для Інкі актуальним робиться в цьому ямонам процес кахання. Інкі тєшився з куту, тут якраз воно і шеширея розкривається, чим попередні ямоні любовні пригоди. І він обняв її, поклався її на колені, і він ласчить стягну, і він кратає не відом, що. І він обняв її, поклався її на колені, з'юну її, він спарвався, цілаваў її. Інкі улів семя ваулоня, і яна праняла семя ваулоня, семя інкі. Процес інкі може протягуватися, але в цю функцію пранесення рослинам він виконував. Таким чином, нін курсага, высаживає на це насіння, і з їх вырастаюць нікі рослинки. Нікі там уж той, що яна хотела. Тобто це протораслина пыль, але це, що нін курсага робиться, вона вже не тільки продуктає. І вона прорастає некими там восьмі розними зерками. Той, що які пронесіць. Інкі. Інкі. Це семя, яке якуту, прямає вулоня. По сусності, нін курсага під цю речі, і тут інкі. У наступний раз прорастся. ІнкіНАЯ. Все порадка. Але я бачить нову йоня, здачку віду. А замість цього бачить інкі рослин. Інкі. Приходить у глобогое спиранські. Нія не хоче даребиться, що гаде такоє. Потому что, когда он бачит рослины, он не бачит рослины. Ему требует доведаться. И он, посылая своего помощника, который принес ему это рослины. Ну, то и пошел, а как принести рослины? Потому что енки так вот разваживаются, как мы с вами ведаем. Как что все ведается, это требует съесть. Уже ближайшего ведания нема. И все эти восемь рослины вытру, все были енки, все восемь съели. Ну, это приводит к абсолютной линии полной разъюшенности. Приводит к усагу. Потому что она как раз начала уже такое планомерное створение света. Она начала все утилизовывать эту визарную створальную силу енки. Некое правильное такое речище. Енки сам же ж спрацаваў як разбуральник. Яшчэнне наружынага света. И енку сага слуеца гель немоцна. И гаворець такую вину серйозну фразу, што я нигдую. Пакулиў не памрэ, я не гляну на яго вукам житця. Не буду глядзеў на яго вукам житця, ха ёцек яна енку проклинах. Ну и калў яна енку проклинае, это проклўдзеў ничай. А енки, как мы вердаем, это же ця тайная сила у су свете. Ця таа сила, ад якой залежит все жите у су свете. И вот калў яна таа сила проклятая, она не може глядзеў нава. Енки починае чахнуць, починае гинуть. Разам зим, и все костичные силы, все бои починае ёнку ровно герусалу. Как яна что ся с гэти взрадила, как яна вернула енки до житця, и она категорично обновляецца. Она обмурна, енки не оправдаў ейных надзеў, разбуры ў света, кэна починала створаць, и обновляецца. Там знову нас незразумелый текст, там нежда некий лис, фигуру, яке приходзеце, прапанавае свае паслуги. И штосце ёму таке ўдаецца не ёго гаварыць нэнку рсагу. И яна таке сгаджаецца, ацалетзенкі. Вот яна тады садзець яго ваулунь. Не вот это литаральна тэкст. Кажам, мы там перакладаў, звычайна, ляулунь. Калі яна его садзець ваулунь, калі будзе знову гаруджанай, наручанай на ногу, як ўногая пасцацець ваулунь. И называй яго братом. Што раз она пытаецца. Братка, што ў цябе баліць? И ў ён ён ёкаже, што ёго баліць? Кажа, ну-а-а-а-а. И она стварае багиню галавы. Яка я цаляе галаву. І ён ён таке з'е восемь рослина, ёкку баляць восемь частак тела. По черзе всего сучасток тело называет, и Мурсага створяет восемь богиней, которые оцеляют его и вертают его до жития. Бачится, что так самая интересная идея заплатена, что в принципе вот это все уже есть. Вот это створенное богиней для оцеления, они уже есть, они присутные в тех вещах, которые уже были. Они уже и вытвлекаются ее до бытся. То есть, когда ей нужно что-то в этом уже створенном свете трансформовать, что-то створить на ноги, она утилизует то, что уже есть. Она створает восемь богиней, и в унику инки оцеляется, и свет оживает, и все ее вмешчислены. Вот здесь, наприконцы, в этих диалогах, что у тебя болеть болетое, ее называют рабрину. Это вот то, что так само стало подставой для гидральского нинту. Вот она вот нинту створается, она его нинту не створается, створается нинтти, это рабрина. И в период даже, что у него болеть тти, створается нинтти, якая оцеляет ее мураврину, и он вертается до жития, потому что сама нинку сага, она нинту. Вот это, оно уживается, как таким, как наузровник каламбура, в этом близком сходном свете, это нинту, нинтти. Вот это володарка рабрины, володарка житца. Потому что, вот, мы видим, что володарку житца, то житцадайную силу человека створает с рабриной. Бог створает, ведь не створает, а лучше и вымает с рабриной. Когда женщина вытянутая с рабриной человека, после всех приходов с плодом и змеем, человек скажет, что это надо будет зваться Хабак, бы она будет звать у всех живых, то есть она родится нинту. Она у него нарожается, как нинтти, никуда перетворается в нинту. И что, в ебрайской мое безумное в это не учится, в ебрайский аут, это ведь добрые леты, или добрые леты, что нинтти есть нинту, что это связанное между собой. И вот это такая, можно сказать, сумерская история. У меня кой науку не просто вот эта трилог, ротика, рухая света, а она и есть с самим рухом света, с самим створением света. И мы тут бачим, что, в принципе, вся сумерская света будова працует таким же, то есть основная сила, якая стоит света, это инама, любовь. Незалежно от того, где она называется по имени, где с оправдой, это просто вот эта функция любови. А Акадская традиция, Акадо-молвная традиция працует за неким совсем иншим, можно сказать, стилю. И она больше подобная, да, иншим близкоусходным традициям, и больше подобная, да, да, это есть в низшем подчасе. И у Макчева и она действовалась, именно Акадская традиция, задавая модель для иншим традициям, вот это вот для осенсования самого момента, принципа и процесса космологии. Вот мы с вами уже круглозачивляли, потому что, как у Акадской традиции осенсовывается вот эта вся колликость остров. Вот эта белизарная, не только тысяча сумерских остров, не могут быть адаптованы Акадской традицией. Вот мы с вами вот тут вот бачили, так что, в особенности, все основные сумерские островы, имеют свои Акадские параметры. Это вот три основные моменты, это, скажем, у той и шамошины по разному слову. Но это и то Солнце, и то Солнце, намна Силь, намна Иштар, энггидея. Э, квадрознение одинки, больше набывание еще риса Бога цивилизации, Бога Веды, Бога Мудрости, Бога Магии. Больше, чем энггидея. Энгидея, это, у сумерских энггидея, это такая, больше нам простого космичная космогоничная сила. Такая, яка, неких усминь, у якого это любое двойное одно, только здесь те ось, маеца на увазе, или не только проговоры. То есть, это нашма, нашма грешка, это санце. Дея, я, как-то, Бог цивилизация, культурный герой нам. И, вот, нередично то, что основанные все ваги засвояются акадской традицией, вот эта вся шматтысячная громада сумерских правов не засвояется акадской традицией. И у ее акадская традиция не понимает абсолютно никакой потреб, потому что вот эта идея этого радикального нитуализма, этой базовой сакральности всего, что ясное, не переймается акадской традицией. И як она не переймается никакими іншими традициями. И, вот, не глядячи на то, что сумерские сюжеты переймаются иншими традициями, переймаются... Мы сумерские... Те тексты, которые начинаются по сумерские часы, и писаются по сумерскому, я тут и бачу, перекладанные не только по Агадскому, но и на Горыцкую, и на Хитыцкую. Мы находим некоторые старожительные сумерские тексты у Юдеи, у перекладах. То есть, мы будем, правда, разводить это не широко, и, тем не менее, конкретная базовая идея разумения света, який приводится вокруг любовью, взаимопритягнением, взаимным жаданием двух определенных элементов, то оно не переймается. Вот, хотя эти два элемента не застаются, потому что, как мне сказали на початку, это все равно не будет ни диезда, все равно целостная все эта будова, внутренно-бинарно-поделябельная. Это в любом обороне. Только что у абсолютной большинстве традиций, вот, когда она поделяется на два, эти два успеются больше, как с повольником в этом свете. И взаимодействие между ними, это будет не притягнение дела створения, в этой третьей узровне, в этой новой едности, а деля притягнение и аштруховывание, якое будет все больше и больше и больше, превышать каждую из этих боков, вызначить самого себя. И момент их взаимодействия приводится до вывода конфликта. И вот про это мы будем сейчас говорить, а ли что родить с этой колькостью, могло бы. И вот, как в этой ситуации отдаюсь равной акацией, особенно вот в Бабилоне, там, где все перемене интеллектуализуется, я бы памятаю с вами, мы так сам вот это просто читали, в Бабилоне все, что исходит у неба, земли и под земли, а либо только у святости, все мают свою личку. Знаете? И таким чином все боги мают свою личку. Колькость богов может быть собежаванная, и колькость богов в митах, звычайно, совсем невеликая, а ли в аульной колькости, там, в этом кунде, доставково много богов, а ли галовное про что, что интеллектуализуется, это то, что агульная личба богов, якая? Тысяча. Нет, тысяча, это у хиты, мы сказали про хитыцкую тысячу. Мы саботами не может быть тысячу, мы саботами какая система линия? Тысяча – это десятиречная система. В десятиречной системе тысяча – это полня. Это великая, великая абстрактная личба ущаго. А якая система линия саботами? Шестидесятиречная, незумованность, сексимальная. Якая личба полна, целостность? Суш-эйдесят. Конечно. Треста шесть, и личба болон — триста шесть. И это та самая личба, что это личба су-свету. И вот тут вот поглядите, как вот этот су-свет материален, и су-свет болон упадают, и они упадают у личбы, потому что весь су-свет – это триста шестьдесят градусов, Это личба неба, а ли это личба свету 360, а ли это так само и личба пагоу. Скольки пагоу, это за усилиями неисторно, это за усилиями другородное питание, а ли агульная личба пагоу, каждый бог имеет свою личбу, и эти личбы там якобы раскладаются в разных ситуациях по-разному, а ли галовная тоя, что ли суммарная личба пагоу 360. Это не значит, что это не только из пагоу кривожек, это там совсем неровная личба, конечно, не поровну разморковываются, а ли вот так само и суммарная личба су свету 360, так и суммарная личба пагоу 360. И так мы бачим, что су свет, який можно назирать, шесть сотен годов, шесть отталозил, назирание неба протягивается и занотовывается у дзенники в бобилоне, вот это, как той свет, який можно назирать и штуденно записывать и нарисовать, этот свет супадая со светом моего поличбы. Эти девчинами он супадая за несутность. И тому, посмотрел, и тому, калли мы назираем свет, калли мы назираем взорное небо в ладарине багоу, мы с этого можем вылечить все, что будет отбываться на земле в ладарине королев и людей, да? Тому, что личность упадает, потому что это софроды, и делают это нам просто в отповедник су свету багоу и су свету людей. Вот, а и это такая вот, такая принципиальная пробленька, я не знаю, как этот свет працует, и что рухает в этом свету в акацкой традиции, то это обязательно будет ровно на отворот от того, что рухает свету в сумерской традиции. Это будет любовь, взаимное противнение, у акаццов это будет взмагание, то есть взаимное противнение, штурховывание. И взмагание, мы бачим взмагание в самых разных традициях, потому что у нас есть база, в области, а вот я говорю, сформуливать эту традицию, я не просто, это взмагание космичного руха храмовника, трогу свету опекуна, добробыту и ладу на земле с хтоничным монстром, яки готовы в этот свет разбориться. То есть, по великим рахмам, это взмагание космичного и хтоничного. И оно, правда, в самых разных текстах, альбо небесанных мирных самых разных народов и разных часов, как мы знакомим, такую самую значимую самую структурную расходку мы бачим заранее о месопотамской академовной традиции. Таким чином, мы с вами... Нужно, наверное, передаваться, какой-то такой текст, який мы с вами задавали уже шмак козов, то есть, может, кто-нибудь с вами только называется, текст про створение, то есть, ты памятна, я тебе тоже с с вами табличек. Никто не памятна. Я вас таки будем с вами думали лишь. Что мы думали только про сумерские тексты? Да, и я думал, что это был за текст. Ну, это же я бы сказала, что мы его инцепету нема, мы его называем инкей, инкурсага по героях, альбо про долму по городе, альбо мид про вырой по идее. То есть, это, как бы, европейские назвы разные, поэтому мы его так... То же самое мы, скажем, новое решение, покидаем назву Калюверси. Это инцепет, самый початок первого слова. Я бы так самым может изнасти, как там, это с про створения, например. Тут уже, калли мы с правой него не прописаться, а линей каких там податковых назв, мы его николи не даем. А вот я бы публиковался там, на початку 20-х, с того, где там, скажем, 7 табличек про створения седут, 7 табличек про створения, он таким же. А я калли, калли я его называю, типа познавальна, адным неким термином, кто-то за все динамеешь. По-иншому мы про него не более никого. Сейчас я, наверное, покажу другую книгу. Ну вот, поглядите, это самый початок по Аганску, и вот тут возле этой транслитерации. Так что, значит, я открывала записи. Мы, там, значится, головный персонаж этого текста, так как этот текст Добилонский, поведенный головный персонаж, это уже будет, там, минимум, основной сусветкой героя, это Гамаркер. Вот, калли мы там переречали у всех богов, то мы, там, по чему мы не переречали, где Мордук, потому что Мордук не манят сумерского отповедника. Няма. У Мордука нема, вот, у этой структуры 4 плюс 1. У Мордук возникает разный. И Мордук возникает разный. Так, как это уже билонское гоство, то оно, разумеется, молодейшее гоство. Вот, и вот, у сумерской традиции, вот, калли говорите про Анна, так, так, вот, який самый перший, який самый ранний. Там, ци калли Анн и Киев, вот, самые ранние боги, калли навык Энлиль, то вот, он вот здесь, вот, самых-самых ранних богов, он дитян, самых перших, потому что он творца света. Мордук творца света, али он молодый бог. Бог, який наш мантазь не возникает, возникает с инших. Али вот таким чином он возникает, мы зараз побачим. Головная, вероятно, головная задача у громовника – это оборонять космос. То есть принцип, тут який принцип, так само, как я не хочу вас разумеять. Чому космос треба оборонять? Тут на перший момент выскажется тому, что вот этот вот хаос и иншая сила могут его знищаться. на большую глубокую пластику, так можно его знищить. Али на большую глубокую пластику, али хаос не будет погрожать космосу, у космоса не будет потребы, да, от самого умансования, одночасового саморазвитца, одночасового самоосенсования. То есть внутренне развитие космоса, внутренне развитие космоса, внутренне и эволюции, в эволюционном смысле и в сенсии зависит от зависимости от относительного между космосом и хаосом. То есть отменять эту погрозу, которую в космосе и сейчас устремление космоса, не будет стынули, не будет потребы у самоосенсования. То есть только тогда, когда что-то может свою нить не снищить, то есть отреба, он метафорично скажу, уже работать в этой муре. Похоже, управление муром – это створение, это значение между, это властная космосомонечная речь. И для проектования, планования всего, как оно может исновать в выпадку погрозы и в выпадку не погрозы. И тому и будет супростояние этих элементов космичного, эктоничного, космичного и хаоса, есть сенсом и причиной саморазвития, удосконаления и трансформации космоса. Вы видите, какая разница? По нижней сумерской парады и по нижней маякадской парады. Все равно мы имеем ту самую пару, но насколько по-разному это проиграется. Почему по-разному проиграется? Потому что, скажем, сумерская традиция, есть две партнеры ровные, и мы, как про одного ведаем, так и по другому. У агатской традиции. Мы фиксуемся на однадцать элементах. Один из этих элементов – это космичный элемент. Этот космичный элемент, и он не шаргуется с портилерным элементом, а салон, а салон, как его самого себя достигает, самого себя развивает в этом отечественном суперстоянии. И вот, как мы так сам бачим, это суперстояние инициируется самим же космосом. Потому что космос во им затекавленный. Космичный волк затекавленный суперстояние. Вот, разумеется, так. Скажем, карелку, просто надо поглядеть в этот идеальный образ хаоса – это мора. То, что на близком восходе – это найчастейший образ хаоса. Вот такие вот эти морские цены. Это некая морская пачварь. Скажем, это, як мора, як оно жиле своим не спастигвым для земного изнования неким законом. То есть той, кто жиле до земли, не ведая, як мой мор, не ведая, или по яким законам мор в ушу есть упокоивается, не ведая, не ведая этого мора. И это мора может только уживать с того, что мора за все дожиться дает. За все дает. Али это мора в любой момент может хлынуть на землю и просто вот одним неким цунами что здесь изнисшится? Изнисшится целый свет. Там, изнисшится некие эти везки, какие там городы, какие жаливые, там были свои складанные внутренние относятые, там были сбудованные все структуры и инфраструктуры. И вот одной хвалию за недельки, за недельки, за недельки, за недельки, на день после осмаковости мора это все может снисшить. Абсолютно мора вертается туда, куда было. Что переживает мора, трансформуется в мора, меняется в мора, все равно свет не свет. И он живет на своих законах. Мы не ведаем. но с пункта угрожения того, кто на земле, мора вернулась и снова такое самое, как и было, и мора абсолютно все равно, что оно снисчило этот свет. То, что воспринимается как деструктивная сила, оно не несет агрессии, зла. А при этом зло было радикально. свет цел знисчено. Аликата, знисчение света дает подставку для нового створения. Вот и все. То есть, когда эта мора наглынула, оно что-то знисчило, и ты, кому там давным-давно не ставало место для разгортывания самовудейности, а льго надо чисто физичные просторы, не имеют новые территории без заселения. И там может быть многое разное. Казская традиция так само воспринимается, только космос себе самос выделяет? а вот мы сейчас увидим. Хаос персонажи фигуруются, а персонажи хаосу фигуруются, только что попросите еще. и они фигуруются, они так само действуют, но текст однозначно в на то, что все заморожено. Это майор. фигуруется, и фигуруется, и фигуруется. фигуруется, фигуруются разные выписанные персонажи, персонажи народу. Мы не говорим, что про их ведут, а наш герой это за все космос. И то, что состоит у китайских мидах космический герой, бывая у самих текстов, они не симпатичны. Вот роззанья от звука змея, за кем он смывается, и симпатия текста однозначно на боку храмовника того, что это тот, кто трубит наш свет. то что не надо наблюдать, и только он забивает, вы не не добрызычливы, но хорошо сделаешь, да? оно не никакой язык оценок, но все говорится с пункта увлечения космоса. С пункта увлечения хаоса будет написанная с пункта хаоса, но теперь не хитинская премьера, говорим не будем, но мы это увидим. прочитаем там где пра, амсу, и ты мат. так вот тут допишем ты, вот когда версия неба не было названа, и земля унизя не не было наименья, и амсу, наименья, и амсу, народзилися боги у них. то есть все начинается с того, что вот гэта перша пара, прота, бахот, якраз это бахи хаосу, амсу, 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 прота, матэры, из-якой свет может быть створаной, смешивают свои воды раз, у них нараджаются боги, светлые с чем яма, тут космичные боги не ест автоматично отпаленниками космичных структур, не ест. В мерзкой традиции тут все космичные боги есть некими материалами, некими элементами, из-яких которые что в свете створено, створено, зехце, 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 у любых патри. Самое первое поколение богом, як который нараджается, самонараджается у Апсуэй Теомат, они ни каким чином не берутся створать свет. Они просто, ну таки, Апсуэй Теомат, мы про это казали много раз, то есть Апсуэй Теомат их не нараджаюсь. Вот, як Энвиль нараджае с великими горами землю и зимы и лета, як там Нинкурсага створае свет, то есть, что там нараджается, это абсолютно баечем отбывается. Гэта продуманная планомерная створэнь, это нараджэнье, якое было запланованно. Альбо, калі в эту упадку Энкі и Нинкурсаги, калі это не запланованная, калі это просто Энкі створальныя тлынь, то Нинкурсага все ровно ей причинам святой мутаризогае. То, что отбывается у Апсуэй Теомат, это Зусиман Шереч, Апсуэй Теомат не нараджаюць богов, боги у них нараджаюць. Тому, что Апсуэй Теомат есть, они сами по собе, есть вот этим вот материалом и просторою, и матрицею, из якого он может возникать все святы. То есть, когда космичный боги у них достаточно активно нараджается, нараджается целое поколение богов. Кто в этой Апсуэй Теомат начинает отчувать, что их житство подменялось. Это важно, потому что космос завсёды, как мы уже казали, завсёды иншат, завсёды меняется. Там космоса структур нема, и вот космичные боги не есть. И они описываются, как они молодые, они весь час вооружаются, они уехаются, они сгуртовались, они зовутся роскими братами, они отразу и мненно утвораются некую сухольность. Мы не коре, не коре, не коре, и деньги в этих текстах, незавяженно от того, кольки бабло хаосу, мы не маем сухольностью. У хаоса. Когда мы имеем подземное королевство, там, где есть королева и король, но те, кто живут тут в подземном, в Украине без вертаний, они все равно живут сами на саде. Один вариант заправды гуртования сил хаосу, мы видим в этой поэме крышечку далей, но это будет войска. Это будет потенциальная агрессия хаоса, которая может снижаться космос. Вот в этом смысле они гуртуются. А так они силы хаосу случайно ищут сами по себе, потому что это просто есть. А космос это уже ее структура, уже ее системы. Они отразу зовутся роскими братами. Вот тут, в первом разделе, в программе 21-23, в которой они приходят учиться. Воские браты сгуртовались разом, турбуют тая мат, кали варушаться у своей митусни, каторгают житцевые центры тая мат. Ну и разразумела, что и Апсу и тая мат, это неверно приятно, то, что они вот у них там крутятся. И Апсу формулюет головную идею мусяц хаосу, головную идею этой проте материи. Просто мыть, они хочут почивать, они хочут спать. Вот они одразу утварают против леглости этих новонароженных богов. То есть ты варушаться активно, и митусяться, митусяться, чагости хочешь, чагости хочешь. А Апсу и тая мат, вот они смешивают сразу свои руки. И Апсу бы не уговорить. Ихные погодины надучают мне, у день я не маю спочину, у ночи я не сплю. Я хочу покласти конец гэтким погодинам, спынить гэта усё. Хай запануе тиша, как вы могли спать. Это как той са националит, в чём это та же причина, чтоб мы закончили умору, что са там разлировало, как б спать. Злизнуть гэта, и как не было. Хай запануе тиша. И вот это такое вот доброе концентрованное формулювание пожаданье у хаосу, чаго у хаосу лучше спать. Просто быть. в нерухомости, быть успокоен. И ты не меньше, у Тиамат есть некая подшумка того, что всё же таки это дети, всё же таки, что с нас народился. Тиамат перечится Апсу, она скажет, что не мне не, хай не требуется, что такое ахаборыш. И может так бы оно всё и было бы, там буские враты бы вырушились, Апсу и Тиамат терпели бы и мучились. Апсу, это кто? Энки. Это память, это мудрость, это розум, это магия, это веды, цивилизация и всё остальное. И вот это инки, який самый молодым, это сапушное поколение новонарочных богов, он подслухал эту работу. И он працует на операджение. То есть, коли Апсу, выказывая идею, знишчатся у всех богов, что треба возродить? Теба знишчатся его. Идэ, спокойненько, иди, и забивай, ашу. И вот тут вот, мы так сам бачим, так вот, эту космичную ситуацию, что отбывается, коли абсолютно значная, неотъемная зьяба, неким чинам, мусит сникнуть. Вот сникнуть Апсу, сникнуть Абзу, памятайте, это резервуар, это абсолютный резервуар пресных водов, то есть, все пресные воды, вся жица тайная сила, и он сникнуть не может. И вот, коли Э забивай Апсу, и он, отповедно, сядая на агонный пасад, и вот, отколь Э робится энки, богом пресных водов, богом жица тайной воды. Тут робится водоподелка, поменьше, Э жица тайными пресными водами, и Тиамат турбулентными салонными морскими водами. Вот, коли там Апсу и Тиамат, они разом смешивали свои воды, вот тут уже Э и Тиамат, они уже свои воды смешивают не будут, это уже совсем разная речь. это подземная вода, якая, дае, житцё рослинам, это рейки, яке даюсь воду, и житцё всем людям, все еженюля, а Тиамат в этом море, это лиджа света, вот это, милый свет со своими запахами. Алья Гая разумеет, что ён-то космично ён заменим в Апсу. Аля Тиамат жёсты сталася, яз нишчих Тиамат у ёго силы нема, и ён разумеет, что Тиамат в это время не сподобается, и силы у Тиамат большие за босские силы, двойно старейшая, она вот якраз в этоя прокалетная сила, якая больше той, якая заполненная мэ. Памятай про мэ. У Тиамат знаходится мэ, для таблички лёса. Значит, сапродуй, вот основанные силы пицца, и ён Тиамат. Эта мэ знищить Тиамат ён не можа, але идея ён ён всё равно такая, Апсу ён знищу, а Тиамат трэга знищить. А для того, как знищить Тиамат, ён нараджая Мардука. То есть, это Мардук, это мээ там нараджаны, стын, как ён был ровный по силе Тиамат, как ён могло стать высшайшим за Тиамат. И ён, бядзея ён года ану, кал ён ён нарадзил, то нарадзілася тако отсюда дзця, большая за ўсіх, прыхожайшая за ўсіх багоў, разумнейшая за ўсіх багоў. И ён перо ўсіх багоў, ёё дарэчу на стольке, на коль ён можа, янава, дуну, крыхоў перорвацца, эсві на мээ риш, можна, калима раўта, потэн забудзеўся про Мардук, ён ён шкодаў. Мардук, потэн, так, вот, калэн, с ён, с ён шэнни на Гелону, Мардук робіцца, галуны Бобу Бабилону, мы про это ўжо казали, ён галуныя босква, ён ён ёсіх, ён ёсіх, ён храмовыя системе, з зекуратаме Тиминанкі, тоў, ёсіа эсагіла пресвечэннае Мардуку, тиминанкі, ён ён ёсіх, зекурат сіми поверхованы, с ён мэн паверсі, знотакі храм Мардукопыц, это самыя галуна астрономічная абсерваторія ў Бабилоні, і там шы што знаходзіцца ў храмі Мардукавы Сагілі, знаходзіцца статуя Мардукавы, вакол якой отбываюцца галуныя падзея на Акіту, на гэта на святковані Нового Года. Мардук – это галуныя босква, галуныя босква, Мардук – це че м'я саправізуецца, са нехай залецца, аж жў храмі заалецца ўжо просто Бэл, просто уладар, і Мардук виходзець ў пазнішій Бабилонскай прадицы, але, в принскі, отцтаре бабилонскар, шас, отця, отця ся, эс, в Тарасах Синаасты ра, áficі, галуныя босква, як і Амун ў Єгіпті ёсць не просто галунну Бога, а ёсць просто Вон. Все остальные лоствы, которые к этим шинчинам у свете крутятся, они все прокручиваются, а не празмарнука, они ездят некими властивостями марнука, а его празмарнука проявляются. Я хочу просто два текста вам прочитать. Один текст в 17 стаботе про Марту, имена памятник, сим, это голодная астральная пуст, это Бог месяц, сим это будет называться, Анну вы ведаете, Даганг это отец громовников, Иллия ведаете, Адат это Бог даже будет так самый громовник, Наву, памятник Наву, Наву памятник, я называлась, все таки Наву. Бог мудрости, веры и табличек, ниргал, это смерти и войны, пероможной войны, и памятник оказалось, что господь такое пережило все несопотамские господи, больше уринские часы твоего, шамш, это небо, это солнце, то есть, поглядите, сим, твое господь. Поглядите, яка фунгел, глядите, сим, твое господь, Анну, твое влада, Даган, твое моц, Эрли, твое королевство, Адат, твое могутность, мудрый Беа, твое разумение, на внутримальных табличках, стылах, твое мастерство. Твое командность у Баи, это не Нурта, твоя адвага, это ниргал, твое рада, это низку, твой выдатный радник, твое судейство, блескучий шамш, хто не выкликает мереченье. Бачите, абсолютно все Баи могут быть, все есть якостями Мартука, не больше. И вот инши бог, инши, инши тексты Мартука, а які уже па иншему говорцы, тое самое. Мартук, гэта не Нурта, бога с падаранням, йон ниргал, бог битва, забаба, бог войны, навы, бог рахунка вода, Эрлиль, бог улады, сил, бог штыросветляе ночь, йон шамш, бог справедливости, йон адат, бог дажжу. И вот так далее. Бачите, тут Мартука, судясь тебе, это вот такое, это Мартук один может быть, 360. Потому что все остальные боги были, он им жином и ей. И вот у этой ситуации, калі Эа створил Мартука, Мартук перу сходзець у сих богов. Не Эа, Эа створил Мартука, он приходзець его до Анну, паэн, для Анну дужал дзюнув, и демонструю его Анну. И Анну приходзець вот, просто полны захоплэнни, калі бачас так, такое дзюба, яку ніколе ще не было, і далей яго досканалювая. І он не мог трогіць чатыр воки, чатыр вухи, как уже и зроху, так как уже був сел, и зроху добрый, и слын был добрый, как я на чатыр вакебачам, на чатыр вакебачам, на чатыр вакебачам, как я ну чатыр разы был приважейший за всіх остатних. Вот, и он удосканалювая, так, что ягон енбосква было дзюбосква. И он был на шмат больше величным, и он пероузыходзю их во всім. Ягоны частки были зроблены з мудрогереслэстю, что па надразумэнням, не макчыла памыслиць, надзвычай тяжко уявіць. Чатыроккротный агоны зрок, чатыроккротный агоны слых, калі ягон варушыць гуснамі агонь вырываўся. Магутная ягоная чатыроккротная ўспрыняцца, и ягоная в очі той самой колькасці бэлі бачалі у кожным керунгу. И он був самым высоким з богов, пероузыходзючы костык, ягонай конечнасті елізарныя, и он пероузыходзю их однороджэнням. Таким чынам, начин, ягонай, ягонай, скошная цалка нова ёбоска істота повстала, т.е. нездармајнку в горы ўсіх остатніх богов. И ўо ўжо в этой поэме, янамай лишь, Анну бачит, што Мардук – это сапрады великий герой богов. А ўбыл час Теамат перешывае вельмі моцна смерць Апсу, и ў яе там ёсцэл шэрак розных истотов, які я пройюваю, серод яких кингу завецы. Так само ўа напишемо. Вот мы, как мы написали, мы напишемо Мау Теамат. Так? Захавальня, аса, таблиць окмэн. И ў яе ёсць такі-то галоный визир кингу. И ў кингу пачынае ёе, так, как мы бы сказали, цапер накручываць, што трэба помстець за Апсу. Што так мельха, што ж это ў някі гэте молодые бусты, які тут варушыцца, яка турхаюць ёццёвые центры Теамат, што ж они нарабели, трэба ёх знішчыцца. И Теамат пачынае збираць воск. Яна саправдой варушае паўсті вайною на вэты свето. И ў яна на эту маці Гуну зовіцца. И ў яна, ў як параллельно, виглядзеце, як параллельно отбываецца, эя створю Мантука, вот такого прыхожего героя, супер такого, супергероя, які панад разумінням, які ўшэй зауселяка і ўявлэнням. И ў што робіць Теамат? Яна таксама бярэцца умацопыцца, бярэцца, што істі створаць. К маці Гуну, яка я можа сформаваць ўсо, да дала безлічне бачныя зброўе. Нарадзіла пачварных змею, вастразубыцць бязлітосными іклами. Яна накомніла іхныя телы атрутою замецт крэві. Людых цмакоў яна ўбрала ў славу, дала им насець ау, рядаць і галобу, як сказаць, як ў багоў. Сказаўшы, хто б не паачыў их, сам ле ўй поваліцца. Дзе б яны не кинуліся нападаць, не повергнуць назад. Яна пашыхтавала змею, цмакоў і воласатых героя ў людзей, і львоў монстров, і львоў людзей, скорпіўнам ў людзей, што носяць могутную зброю, і не бояться ніякай битвы. Пры гэтам яна адзеўна ўладна камандуў. Текст кажа, што ёйнае каманды былі абсалютнамі, ніхто не перэчў ёй. І вот этэя войска, оно таксама завецца сходам. Памітаў яна термин сходу? Пугур и ламу. Но оно не ламу, так? Это плоская рада, плоский сход. Таксама яна адбиваў яна структуры космічныя. Той, што саправды, а вот этэ войска абсолютно здаўно обрыгнут ўся космічныя структуры, и ракворыць их глуми ништо. Якби вернуць их до неиснованиў. Боўи доведываўца про тое, што Теамат рахтуе там, што си супратиў, збираўца на раду, ну и на этой раде все просто боў ўжаў. Боўи ведуў, што перамагчы Теамат нема ніякай махчымысті. Вот у гэты момент эа горда выводзіць вэтага вундеркінда, вэтага супербога Мардука. Боўи пабачыли Мардука, пабачыли, што это што ся саправыцалка ныншы, узрадуваліся, и Мардук робць умогу, што каже, я буду за вас змагацца, я буду за вас перамагаць Теамат, а ле тады вэт да ицё мне, ўсё повновладзе королевской улады над боўами. Што боўи кажу, так вэтэ каленас. Хочеш быть абсалютным королем над нами на здоровье, только, значит, галовны иди воюй. И Мардук, прямае рашэнне, што на дзе боўаць, и баўи дзеўнена гэта ті жа цей радыць. Мы памятаем, чым осмамыцца баўцца баўцца. Баўтэм, чым осмамыцца баўцца баўцца. У митах самая галовны заняток баўцца. Баўаванье. Это баў. А баўи, звучае, збираўцца на беседы, и все вращается на беседе. Тут е грасбурская рада, прямае Мардук, я свеўу оборонцу и монарха, и все одразу беруўся святковатцца. У хапуле, значит, у рада тіамат, иде патрыхтовка да боўки, шахтованье, вучейни, шорстке каманды, што си вот тако вот, все у страху трапцяць баўтэмат, тіаматаве, што робец баўи. И наступилися разом и пришли. Усе великие баўи да значаўники лёсов. Приўшлі да аншары, и были полны дэ аншары, цей аншары да госкай святі. Так, это вот там, дзеваги жили. Приўшлі да аншары, и были полны радасті. Цалаваліся одно за дным у радзе. Яны размавляли, сели на беседу, плодом воле яны сытіліся, гіном напіваліся. Салотким лікёрам яны давали своім бандробам сцякаць. Яны мели задаванненье от выпитага піва. Цялкам бесклопотна. Их дух здимаўся. А Мардуху своєму герою яны призначили долю. Знову бачим просмотца, так? З мрочным хаосом, радасным, бесклопотным, али певним чином таким, згуртованным космосом. І така велика показальна сцена. І Мардух відповідно отправляєць на битву. Битва не жорсткая. Битва там ісчас, нікалкі разові тексти повторяюця в ці описанні в цих монстров, створених ДМА, повторяюця так лавна один в один. І ці всі ці монстры воююць. Бойка вельне-вельне серйозна. В цягом бояке Мардух взял палом кінгу, який був военноначальником у Тиамат. А потім яны уже заходяць в пояс Тиамат, б'юця разом. Ну і, зразумево, історія б не писалася, каліпний перемог Мардух. Мардух забил Тиамат. Боївся радуюця і тешаця, анімардух, так як ян супер-бог, так як ян, ось ці вышейші зо всіх бавол, йон пасля того, як перамух, пасля того, як стал лігідым на законну кладарогу зорожду існуя, йон починає створаць свєт. Ось до цього моменту, все, що відбувається, це пера цю свєтова ідея. Поколь єсь толькі, єсь космічнія баї, єсь гасконця хаос. І ось цепер гасконця хаос, вигляді Тиамат забіта. Але тут як ян, йон супакоївся, госпад агрядзіў тела, як махчі яму раздяліць вілзарную тушу, ды зрабіць мастацкі речі. Йон раздяліў яе на двоі, як рыбу для прасушкі, фалову яе гузняв і зрабіл вверх неба. І ён поступово створае все стеамат, з яе вачы, з яе грэбня, з яе шумы з роту, з яе лузкі, з яе вантроба. Йон створае все, все, що можна створить. Спочатку створае небо, зоркі, сузорні, все рознанебесні з'ява. Тоді Йон створае землю, і рэйкі, вазёры, горы, пагоркі, рослины. Тоді все, 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 що ён свеце, все створаеся з цеамат. І вершіне ён ціамат – це бобілон. Тоді сам, як я бакалі, ён жо так можна натхнімся, ён так свеце створю, што ён створае бобілон. І як яйон якраз робіць на моделі ціамат шары. В ціамат москай сяді, так, дзі багі живуться. Але, так, все ровно, що багам треба працавацьця, а треба багі нікім чином отпочивати. Тут далі, що як а я буд спорай бобілон, я не привожу текст. Марду прориктоваўся до промовы і сказаў такія словы багам своїм батькам. На версі абсу блакітне житло, на супраць шара, якою я збудаваў над вами. У низі святыня, чия падмуркі я згравіў тривалані. Дом я збудую, моё улюбённе житло. У їм я уладкую святое місце, признаўшу мае покоўі за сною маё коралевства. То есть, дэта, саправды, самая легші, што можа біць. Йо, кажу, госпад, во узлышаном храме, які збудавалі, а то ж пазній божучок. Так, вначе, спрашаю, што превыщай тралі. Багі повинны отпочиваць. Багі повинны быць доля шчасливыя. А хто за ты будзе працаваць? Трэба і каналы тапаць, і зямлю ораць, і ўштосі з зямлі прарошчаваць. Значы, ця Ива и Марту прарешаў, што треба стварыць чалавека. Дзяля гэта. Але чалавек повинны працаваць за міста Багі. Чалавек повинны робіць боскуў працю. Каб рабіць боскуў працю, чалавек повинны буць боскай природы. Стварыць інші кшталу Багі, то не мае сэнзу. Трэба стварыць штосі, што будзе вець боскуў прароду, али то, што будзе чалавек. Ё ё пламуе кажа. Я спрэсую про. Я зроблю, как паусталі косткі. Материальна. Я зроблю, как узмігла чалавеччая істота. Хай чалавек будзе ё імя. Я ствару людзей, яны панесуцця жар Багогам. Те маглі спачыць. Проблема паусталі ўдым, што дзе ле тау, как була боская суднасць ў адыха чалавека, трэба, как була боская кроў. А дзе взяць боскую кроў, значыцца трэба ў кагості збабоў, которую кроў збабоў. Трэба кагосі збабоў, прінесті вахвяр, дзе таго, как можна було стварить чалавека. Ну і тут адразу, така вельмі добрый, мудрый, разумный ход, зобіць босайццок, Бардук, варашая, прінесті вахвяру кенгу. Адразу було пытаў, што робі з кенгу, яків ў балон запопліна. А тут і кенгу будзе добро пристроені, і чалавек будзе створен. І таким чинам кенгу приносіцца вахвяру, і з кенгагата створю вони. А што створюке с kır甜 майга… Там звичам свор… Всё! С трヴ амад створюцца а ресуль света. Гchu дореч�вели́ лmay са науэру, свестворин с хаос. Уَ其 варшем стране, свец завсорда створяцца. Али свец створяцца з з senator pizzзл passion з آپарос, а ли свец створяцца з зарабітом хаосу. Не просто скроможенного хаоса, не просто вот этой скротоматыры, вот такая вот она готовая для ужитку действия есть. Это совсем большая история. То есть хаос это может быть скроможенным, породкованным и забитым. То есть способность из мертвого хаоса старается сила. А человек имеет ту самую природу, что и погиб. Но кровь это вот это субстанция житца, это то, что есть ну избитам этой житевой информации. И человек таким чином не мает эту гостскую субстанцию. Боги и люди одной крови. И ее устварает человека, и тогда в боги приходит уже абсолютно полное захопление. И Мардок, когда я увидел, что все доброе открывалось, он повесил свой лук на небо. Повесил, но я больше не бою меня. Значит, это бойка завершенная, створение завершенная, а легальное створение завершается за все до святкования, за все до бакетования. И вот тут боги, как оттячить его за его достаточно пророжью працу, боги сбудывали у Бабелония и сагинул храм для Мардока. И вот этот господ во услышанном храме, який мы сбудывали, как житло, просит сядать богов своих батьков на беседу. Кажет такое, это Бабелон, ваше житло, радуйтесь тут, сядайте ся родьявол на солодов. Великие боги сели, яны расселися на беседу. После того, как яны там натешилися, и величная и сагила справила в обрады, все законы и лёзы стали непорушны. Все боги подзялили место у небе и подземьи, 50 великих богов заняли свои троны, 7 богов лёзы были затверджены на реке и выносить присуды. И Мардоку покидали 50 врачистых имён, имён пашатов. Кого Мардоку уже назавсё достался в город России. Нет пытаний? Зроби, перепынах.